Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Ксения Цурко, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Жители южного поселка 20 лет пытаются добиться от администрации дороги. Возле детской поликлиники на Пойменной продолжают строительство торгового помещения. Каким будет день города и в чем его идея? Об этом и многом другом далее в выпуске. Посольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах. Подробности у Аскара Басырова в обзоре мировых новостей. Здравствуйте! В студии Аскар Басыров и это мировые новости. Начиная с 23 августа США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура вновь возобновится, но только в посольстве США в Москве. При этом сроки рассмотрения заявок и периоды ожидания собеседования будут увеличены. Согласно данным Госдепа США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд, с деловоли туристической целью будут ждать собеседования в 85 календарных дней. Теперь людям, которые раньше могли приезжать в Санкт-Петербург, Екатеринбург или Владивосток, придется ехать в Москву и вставать в огромную очередь. А-а, я делаю. В связи с этим в посольстве США сообщили, что американские законы не запрещают российским гражданам подавать документы на визу в другой стране. И надо сказать, это здорово может облегчить жизнь тем же жителям Дальнего Востока, которые могут, например, отправиться в Китай за визой в Америку. Правда, в Китае нам тоже нужна виза, но это уже другая история. Так вот, по данным РИА Новости, получить визу в другой стране – это еще и выгодно. Так, в Киеве придется ждать всего 4 дня, в Тбилиси – 8, в Пекине – 4, в Астане – 23. Россияне, правда, больше обсуждают, какие санкции мы должны ввести в ответ на эти вероломные действия США. Правда, не стоит забывать, что Вашингтон принял такие меры в ответ на высылку 755 дипломатов. То есть это уже получаются ответные меры в ответ на ответные меры, в ответ на другие меры. Ну или надо запустить программу импортозамещения. Те, кто не смог получить визу в Америку, отправлять в другие дружественные нам страны, где нет проблем с въездом. Например, Монголию или Северную Корею. Вот это будет по-настоящему действенно. Проблемы жителей частных секторов Оренбурга администрацию не волнуют. Так считают горожане, проживающие по улице Южной. Люди уже 20 лет просят власть привести в порядок дорогу, которая превращается в болото после каждого дождя. Нам очень сложно с нашего дома выйти и пройти на остановку. То есть у Вас прямо со двора начинается лужа. Там прямо вот калитку открыл и все. И поплыли. Как признали жильцы улицы Южной, у них у всех есть резиновые сапоги. Ведь без этого им просто не добраться до остановки, да и не выбраться из собственного двора. Особенно много неудобств дорога доставляет им весной и в дождливую погоду. Вы просто не представляете, в каких условиях нам приходится здесь жить, чтобы добраться до асфальта. Но особенно с детьми, представьте, по такой грязи одного на руках, а другого куда. У нас студенты живут, ученики. То есть и все мы через это проходим, работают. Не у всех есть машина. Нужно либо сапоги по уши одевать, на машине выезжать со двора тоже. Выезжаю, выхожу, но все равно я в грязь наступаю, в центр приезжаю, я вся грязная, чумазая. Зимой ситуация складывается не лучше. Идут, чистят зимой снег. Выбегаем, ну прочистите, вот, 50 метров, прочистите. Нет, у нас нет заявки, но мы заплатим. Вот тогда не едут. Сколько стоит эта процедура? 500 рублей. Но чаще, как признались люди, чистить снег приходится вручную, лопатами. Горожане бьют тревогу уже несколько лет. Писали обращения и депутатам, и в мэрию. Все отчетно. Несколько дней назад пришел ответ из администрации Южного округа. На ваше обращение по вопросу ремонта участка дороги, въезда с улицы Ямашево, обещаем, что работы по ремонту дорожного покрытия, дороги, въезда будут выполнены в 2017 году. При условии выделения управлением строительства и дорожного хозяйства администрации города достаточного количества асфальтового среза. В этом году очень много дорог сделали, сняли очень много асфальта, но среза было очень много, но, как видите, до сих пор у нас ничего нет. Как распределять асфальтовый срез решают в администрации округа. В первую очередь ремонтируют наихудшие участки и улицы, жильцы которых подавали заявки. Чтобы узнать, почему дорогу в Южном все еще не привели в порядок, несмотря на просьбы горожан, мы обратились в администрацию Южного округа. Ответ будет через несколько дней. С помощью вторичного асфальта в этом году в порядок привели более 10 улиц. Почему мы это делаем? Ну, интенсивность движения маленькая и иногда там, ну, скажем, асфальт, ему нет смысла укладывать. Плюс еще вот финансовые ограничения такие. Здесь с проездом проблема какая-то, да, здесь дворовая территория, они будут решаться. Каждый год вот эти проблемы горожан, они будут решаться. Мы будем следить за развитием ситуации. Строительство здания вплотную к детской поликлинике возобновили. На улице Пойминой в Южном районе появится торговое помещение, однако стройка уже несколько лет мешает работе больницы. Очень часто стал затруднен въезд на территорию поликлиники и выезд на территорию поликлиники, потому как исчезла та площадь парковки, которая была до этой стройки. Парковаться людям некогда и они загораживают проход. Также шум, также грязь сохранилась. Между тем, возведение здания идет полным ходом. Работники утверждают, что на строительство выдано дополнительное разрешение. Хотя стройку обещали остановить еще на стадии котлована в 2015 году. А весной этого года сам начальник департамента градостроительства Сергей Брюнев заявил, что здания не будет. По какой причине застройщику вернули разрешение, неизвестно. В департаменте пока не прокомментировали ситуацию. Пациенты говорят, особенно в начале, когда шла стройка, все возмущались, что невозможно пройти, что здесь было очень грязно, потому что, нарушив нашу парковку, они в течение двух лет ее не восстанавливали, даже больше. С той стороны вообще парковка не восстанавливана, там только насыпан щебенком. Сейчас, в данный момент, в поликлинику практически нет центральных въездов. Было здесь, было там. Люди теряются, куда ехать, не знают, потому что это строительство, оно все заслонило. А вот жители промышленного района ждут, когда в их районе откроют еще одну поликлинику. Новое медучреждение должно появиться на проезде Нижнем на месте недостроенной гостиницы Баку. После банкротства застройщика возведение отеля остановилось, и Минздрав области выкупил здание под поликлинику. Но прежде чем лечебное учреждение начнет принимать пациентов, его необходимо реконструировать. Пока в здании работы не ведутся, хотя больницу обещали открыть уже в 2017 году. Нам сказали жителям, что это здание отдали нашему району промышленному под поликлинику. Мы опять же, разговор идет, и в газетах писали, что там какая-то перестановка, перестройка внутри. Но не должно быть же десятилетельно все это продолжаться. У нас в той поликлинике, ну ладно, там поликлиника, здание такое небольшое, ну вроде врачей неплохие, но там не хватает персонала, врачей не хватает, потому что стимула у них нету работать. А в этом здании было бы все-таки себе удобство для них. А что там как забегало, как в сарай уходим мы туда? А поликлиника фактически у нас нету, можно сказать. Один врач у нас. А вы куда относитесь? К какой поликлинике? Вот к этой поликлинике нашей, на Ноябрьской. И я не могу попасть туда, потому что у нас наша одна врач всех принимает. Гостиница с 2009-го, когда вот тут, вот я ремонт у знакомой, мы делали. А теперь домов открылось много. Конечно, ту поликлинику, я вот в пятую, я просто живу там, у меня тут сын живет. А он к какой относится? Он тоже пока в нашу. И там, то есть, весь микрорайон? Весь туда, но это далеко же ведь. Мне кажется, ее здесь не будет, эти поликлиники. Никогда. Почему? Потому что денег уже нет, кто ее будет строить. Какого года ее строят уже? В 2009-го. Ну вот, еще столько же будут строить. К тому времени, как ее построят, я уже тоже дом построю, мы отсюда уедем. Можно же быстрее ускорить все это. Пусть губернатор примет участие, надо это решать вопрос. Мы же не будем писать на прямую линию, допустим. Я же не буду жаловаться на губернатора или на кого-то писать президенту. Какой смысл? Когда можно все это на местах решить. Я так считаю, например. Музей автографов великих писателей под открытым небом своей рукой дополнил автор книги о Юрии Гагарине. Лев Данилкин приехал в Оренбург в рамках проекта «Сценография». Мне кажется, это правильно, когда городские пространства становятся объектами искусства. И это какая-то, конечно, невероятная честь для автора, что то, что ты написал 10 лет назад, черт его знает, в каких условиях вдруг становится такое, обрастает вот такой вот этой патиной вечности. Вот это упрет невероятно. Я крайне благодарен на то, что поучаствовал в этом. Напомню, что фестиваль уличного искусства путешествует по городам России. В рамках него проходят встречи с писателями и создаются городские арт-объекты. В Оренбурге фестиваль завершится 26 числа созданием «Стены желаний». Через несколько дней в Оренбурге стартуют выставки, концерты и мероприятия, посвященные Дню города. Каким увидят события горожане и в чем его идея, рассказал мэр Евгений Арапов. День города – это праздник, когда создаются огромное количество площадок, потому что горожане должны иметь возможность куда-то прийти, где-то провести какое-то время. Все они уже исторически установлены. Наша задача – создать условия именно для вот такого отдыха, прогулок, игр каких-то для, может быть, ребят. Возможность такого вот, какого-то где-то духовного объединения, что мы горожане, мы жители города Оренбурга. Мы говорим о городе очень много. Даже в конце концов человек должен просто послушать песню о своем родном городе. Это тоже необходимо делать. Надо говорить о том месте, где ты живешь, о своей малой родине. И человек должен знать. Потому что, когда человек знает историю, он, может быть, более бережливо относится к тому месту, где он проживает. Позитивная новость. Жительница Новосибирска пожаловалась через сайт ГИБДД на дорожные ямы. А через две недели дорогу отремонтировали. Подробности у Мирка Здравича в рубрике «Из России с любовью». Здраво! Мне часто говорят о том, что слишком уж много в рубрике негативных новостей. Мол, слишком уж я пессимистичен. Вы циник и пессимист. Для вас стакан всегда наполовину пуст. Он для меня наполовину полон ядом. Но сегодня, наконец, хорошая новость. Некая жительница Новосибирска оставила на сайте ГИБДД жалобу, где сетовала на ямы. Говорит, дорога была настолько разбитой, что машинам приходилось тормозить, чтобы разъехаться. Кроме того, на остановке пропал знак пешеходного перехода. И, как ни странно, она получила ответ. Да пусть хоть мозоль на языке натрет. Я обещаю, что никто палец-палец не ударит в этом направлении. Ну нет, дорогу действительно отремонтировали. Поставили знак и сделали ямочный ремонт. А после позвонил сотрудник ГИБДД и отчитался о проделанной работе. Женщина, конечно, была приятно удивлена такой реакцией. Это самое настоящее чудо. Вы шутите? Другого объяснения нет. В городской пресс-службе ГИБДД сообщили, что все жалобы от горожан рассматриваются в течение одного месяца. Также там прокомментировали. Мы сначала выезжаем на место и осматриваем, а потом подаем заявку Главному управлению благоустройства и озеленения города Новосибирска. Возможно, в данном случае совпало, и эту улицу уже давно планировали ремонтировать. Пользователи интернета были приятно удивлены, а кое-кто и вовсе не поверил в происходящее. А что, только что попал в параллельный мир? Ну, может, так оно и есть. Вон, например, в том же Новосибирске на обустройстве проезжей части и тротуара ровной дороги в Ленинском районе власти готовы потратить 4,5 миллиона рублей. И все бы ничего, но, по словам местных жителей, дорога находится практически в идеальном состоянии. Если кто-то подумал об отмыве денег, уверяю, просто власти в Новосибирске очень уж добрые и отзывчивые. До скорых встреч! На этом у меня все. Еще больше новостей найдете в наших группах в социальных сетях. С вами была Ксения Цурко. Впереди прогноз погоды. Оставайтесь на ЮТВ. По данным портала Метеопараплан.нет, 24 августа в Оренбурге ночью 24 градуса тепла. Утром ясно и температура составит 26 градусов выше нуля. Днем ясно, без осадков и столбик термометра покажет 33 градуса со знаком «плюс». Ночью ясная погода и до 26 градусов тепла. Ветер северный, умеренный, атмосферное давление в норме. В Орске ночью плюс 17. Утром без осадков и на термометре 24 градуса тепла. Днем ясная погода и воздух прогреется до плюс 32. Вечером ясно и до 25 градусов тепла. Ветер восточный, слабые силы, атмосферное давление в норме.